Перерасчет пенсии и их выплаты жителям неподконтрольных территорий. Почему готовый законопроект так и не стал законом? Обсудим это сегодня во время эфира Всем миром. Уже в апреле большую пенсию получат работающие и военнослужащие. На доплаты правительство выделило почти 10 миллиардов гривен. Впрочем, обещанное может прийти не всем. Он с закрытыми глазами мог бы ремонтировать военную технику, потому что почти 20 лет служил в военчасти. Получил звание капитан. Но по состоянию здоровья в 2002-м был вынужден уйти на пенсию. Работал и преподавателем в ПТУ, и фермером. Теперь на жизнь зарабатывает руками. Работает теплотехником. В апреле рассчитывает на новую пенсию. В среднем она должна вырасти на полторы тысячи гривен, говорят в Минсосполитике. Придет доплата и за предыдущие месяцы. Тем же, кто еще не получил старые выплаты, переживать не стоит. Вот, кого достигаем, они получают эту сумму, начиная с сентября месяца. Кого пенсионный не достигнет до этой даты, они получают еще старый размер. А додатковыми видомостями, протягом месяца, они получают все то, что им належит уже с новым размером. Обращаться с заявлениями в Пенсионный фонд, как это было раньше, не нужно. Средства переведут автоматически в несколько этапов. Получат доплаты и гражданские пенсионеры, которые официально работают. Если раньше можно было самостоятельно выбирать основания для пересчета, это либо индексация, или рост зарплаты, то сейчас этого делать уже не нужно. Правда, рассчитывать на доплату могут только те, кто отработал не менее двух лет после выхода на пенсию. Но получить пенсии, в том числе и повышенные, не могут сотни тысяч жителей Донецкой и Луганской областей. Что тормозит законопроект о выплате пенсии неподконтрольному Донбассу, узнаем у тех, кто над ним работал. В студии правозащитница Дарина Толкач. Здравствуйте. Дарина, уже давно пройдены все парламентские процедуры, но до сих пор проект не вынесен на голосование. Так что же мешает ему попасть в сессионный зал Верховной Рады? Действительно, законопроект 6692, который фактически устанавливает рамки, законодательные рамки для выплаты пенсии жителям неподконтрольного Донбасса, и ныне, как мы их называем, оккупированным территориям, уже находится в Верховной Раде более года. Он прошел все профильные комитеты, все профильные комитеты рекомендовали вынести данный законопроект на рассмотрение в сессионный зал. Он получил положительную рекомендацию экспертного управления, но до сих пор законопроект не выносится в зал по каким-либо непонятным для нас причинам. Скорее всего, это связано с отсутствием политической воли и пониманием парламентариев относительно того, что под данный законопроект не наберется необходимое количество голосов. А это, конечно же, серьезный удар по имиджу тех депутатов, которые не будут голосовать данный законопроект. Такой вопрос. Вот законопроект номер 6692. Над законопроектом работали рабочие группы. Он прошел все парламентские слушания, побывал в комитетах, его дорабатывали, там работали. Были представители рабочих групп и от пенсионного фонда, и от министерства социальной политики, и от министерства заведомо неподконтрольными территориями. Но, значит, какой-то механизм разработали, пришли к общему знаменателю и утвердили. Тогда почему же чиновники постоянно говорят о том, что мы не можем платить пенсии жителям неподконтрольного Донбасса, потому что, и называют такую причину, как мы не можем гарантировать безопасность тем, кто будет привозить туда деньги? Дело в том, что данный законопроект, повторюсь еще раз, он устанавливает только правовые рамки. То есть он определяет, что выплата пенсии будет отвязана от статуса внутреннего перемещенного лица, или от факта перемещения, и устанавливает, что в соответствии с законодательством пенсионным, каждый гражданин будет иметь возможность получать вне зависимости свою пенсию, вне зависимости от тех условий, с которыми столкнулись пенсионные фонды. То есть основная функция это отвязка от справки внутреннего перемещенного лица? Безусловно, от факта внутреннего перемещения, потому что на сегодняшний день ситуация такова, что только лицо, которое является внутренне перемещенным лицом и постоянно подтверждает факт своего перемещения, то есть постоянно проходит проверки адресные на дому, соответственно может пользоваться своим конституционным правом на пенсию и получать эту пенсию на подконтрольной Украине территории. И с точки зрения всех правозащитников данный механизм является абсолютно дискриминационным в отношении пенсионеров, как внутренне перемещенных лиц, так и тех пенсионеров, которые остались проживать на оккупированных территориях, потому что фактически государство поставило этих пенсионеров в условия, когда они вынуждены, должны пользоваться существующим механизмом, возникают такие термины, как пенсионный туризм, люди фактически проживают на неподконтрольной территории. То есть их заставляют обманывать государство и заверять? Я осознанно избегаю этого слова, потому что действительно вынудили людей нарушать, будем говорить, подзаконные нормативные акты, потому что по факту они ничего не нарушают, это конституционное право каждого гражданина. И фактически законопроект 6692 устанавливает, что лицу не может быть отказано в выплате пенсии по каким-либо причинам, которые не связаны с причинами, установленными законом о пенсионном обеспечении. И, собственно, предусматривает необходимость разработки механизма данных выплат. Хочу отметить отдельно, что, безусловно, этот механизм, это еще отдельный следующий этап, он должен быть прописан постановлением Кабинета министров, и в нем уже будут четко детализированы все механизмы, процедуры, кто, куда, как обращаются, какие документы предоставляются и так далее. Но надо отметить, что в законе изначально заложено, что речь не идет о вывозе денег на неподконтрольную территорию и раздаче этих денег там. То есть это звучит, это такая легенда, которая звучит из уст многих депутатов, которые говорят, невозможно, потому что невозможно. Деньги туда мы возить не можем, мы можем гарантировать. Ну и высокопоставленных чиновников и институт. И высокопоставленных чиновников, безусловно. В законопроекте ни слова нет о том, чтобы физически вывозить деньги на неподконтрольную оккупированную территорию. Речь идет о том, чтобы уравнять всех граждан в праве на получение. Мы их можем уравнять, только поставив в одинаковые условия. То есть человек должен один раз хотя бы приехать, подать заявление на получение пенсии на подконтрольной территории, завести свое электронное пенсионное дело, оформить карточку. И далее он может получать свои выплаты либо самостоятельно приезжая на подконтрольную территорию, либо через представителя, оформив нотариально заверенную доверенность. Это не идеальный вариант. Безусловно, в данных условиях нельзя создать идеальный вариант какой-либо, с учетом вообще всего происходящего на сегодняшний день на Востоке. Но это как минимум открывает возможности для тех людей, которые на сегодняшний день этих возможностей не имеют. Что касается маломобильного населения, то мы все равно остаемся в ситуации, в которой человек должен будет хотя бы раз приехать и оформить эти пенсии. Почему? Потому что на сегодняшний день пенсионные фонды говорят, мы вообще не знаем, живы эти люди или нет, мы не можем начислять, платить и так далее. Мы не говорим о том, что 66-92 это идеальный закон, который должен урегулировать данный вопрос. Но как минимум принятие такого закона является своего рода знаком, что государство выполняет свои конституционные обязанности перед собственными гражданами и ищет возможности создать механизм, который позволит защитить конституционное право граждан, оставшихся на оккупированных территориях. Более того, на сегодняшний день, что касается маломобильного населения, на сегодняшний день так или иначе существует огромное количество общественных организаций волонтерских, которые вывозят людей, и они все равно хотя бы раз эту процедуру можно произвести. Но это опять-таки, это вопрос, который останется на урегулировании при разработке самого механизма. Для начала необходимо заложить правовые основания для дальнейшего разработки механизма. И почему не происходит вот этого переломного момента, когда наконец-то прекратятся спекуляции на тему платить, не платить, должны, не должны, на сегодняшний день ответа не видно. По всей видимости, это связано с тем, что нету такого однозначного общественного мнения в этом отношении. Просто приведу пример. Очень сложно представить, что где-нибудь в Киевской области какой-нибудь пенсионер вдруг перестанет получать свою пенсию, пенсионер, не переселенец, да, вдруг перестанет получать свою пенсию, потому что к нему придут с проверкой домой, и его не застанут дома. Ну это же логично, правда, но это те условия, в которые поставили фактически на сегодняшний день пенсионеров-переселенцев и пенсионеров, которые остались на неподконтрольной территории. Немало примеров, когда люди, допустим, если взять тот же пример, да, этот же пенсионер из Киевской области или из Львовской области, он может находиться за рубежом и жить там год и два, и тем не менее его никто не будет лишать пенсии, ему не нужно будет пересекать каждые 60 дней границ. Более того, есть решение Европейского суда, на которое постоянно мы ссылаемся, да, которое установило, что пенсия является имуществом человека, это не социальная выплата, не может государство принять решение платить или не платить, то есть это однозначно платить. И вопрос в том, что должен быть создан механизм. Что касается постоянных обращений людей с этими вопросами, мы, организация, которая занимается предоставлением правовой юридической помощи, 90, ну вот, более 70% случаев обращений за юридической помощью связаны как раз с пенсиями, социальными выплатами. Люди постоянно с этим сталкиваются, это прямое нарушение законодательства и единственный на сегодняшний день... Это только вашу организацию, да? Сколько у вас обращений уже? Ну, к примеру, в 2017 году за юридической помощью обратилось более 28 тысяч человек и получили, собственно, эту юридическую помощь в виде консультации или уже вторичной правовой помощи. Более 24 тысяч обращений связаны с социальными выплатами пенсиями. Огромное количество обращений связано с прекращением, неправомерным прекращением выплат пенсии. То есть, собственно, вот это 365-е постановление, по которому их постоянно проверяют, дома не застали и все, мы прекращаем выплачивать пенсию. Вот интересы самых незащищенных категорий граждан, да, вы представляете, помогаете им в судах, судитесь вместе с ними за их право обладать пенсией. Вот почему, как вы считаете, мы не раз говорили в этой студии о судебной битве, да, битве за пенсию, и вот сейчас Верховный суд Украины рассматривает дело, которое называют образцовым, и правозащитники говорят, что если решиться в пользу человека и его право на пенсию, да, и подтвердят, что он имеет право на свою пенсию, вот оно станет образцовым для всех. То есть, это как, но у нас же нет претензентного права, то есть, каким образом это будет? Ну, согласно нового, результатов судебной реформы, да, у Верховного суда есть полномочия рассматривать дела в качестве первой инстанции, которые назначаются образцовыми. Что это обозначает? Это обозначает, что когда в большинство судов или в судах накапливается огромное количество однотипных дел, связанных с однотипными правонарушениями или нарушениями прав этих людей, то по просьбе какого-то или по обращению какого-то из судов Верховный суд может назначить на рассмотрение одного из дел в качестве образцового. В дальнейших всех подобных случаях суды будут принимать решения. Суды первой инстанции. Суды первой инстанции, апелляционные суды будут вынуждены и обязаны придерживаться позиций Верховного суда, которая будет прописана по образцовому делу. Вот на сегодняшний день Верховный суд рассматривает, собственно, на прошлой неделе было первое заседание, Суд рассматривает одно из дел, касающиеся неправомерного прекращения выплаты пенсии переселенцам. Суть заключается в том, что выплата пенсии была прекращена в связи со списками СБУ, полученными пенсионным фондом, согласно которых СБУ считало, что человек продолжает проживать на неподконтрольной территории, но получает, собственно, пенсию на подконтрольной. Более того, огромное количество нарушений, связанных с процедурами и так далее, но пенсионный фонд ссылается на то, что, согласно статье 49, объединенной 47, они не могут продолжать выплату пенсии, потому что не могут контролировать и верифицировать человека, если он находится на неподконтрольной территории. Тем не менее, закон о пенсионном обеспечении говорит, что нет никаких дополнительных механизмов проверки по отношению к пенсионерам, это является их основное право, и любые дополнительные механизмы проверок не установлены. Более того, не установлены дополнительные причины, по которым может быть прекращена выплата пенсии. И, собственно, результат или причина основания для приостановки или прекращения выплаты пенсии в списке СБУ тоже в законе не числится. И вот, собственно, на прошлой неделе было первое заседание, Верховный суд начал рассматривать данное дело. И идеальным, безусловно, идеальным вариантом для всех было бы, если бы это решение установило высшую степень значимости закона над подзаконными актами и невозможность применения подзаконных актов 365-го постановления в частности по отношению к пенсионерам, как внутренне перемещенным лицам, так и лицам, проживающим на неподконтрольной территории. Ну, это идеальный вариант. Мы сейчас ждем следующего заседания, которое будет проходить. 3 мая был сделан перерыв в рассмотрении. И, ну, есть определенного рода надежды, потому что уже в январе месяце Верховный суд по подобным делам в качестве уже касационной инстанции уже выносил решения, в которых обращал внимание на то, что закон имеет высшую силу над подзаконными актами, и 365-е постановление его применения в отношении пенсии является неправомерным. Поэтому вот ожидаем этого решения и очень надеемся на то, что как только такое решение появится в пользу пенсионерки, собственно, в этом суде мы выступаем от имени заявительницы, то все последующие дела с подобной фабулой и с такими же условиями будут решаться в пользу пенсионеров. Но, безусловно, надо отметить, что это только вот часть, маленькая часть, будем говорить, пирога, да, потому что судебные тяжбы, судебное разрешение защиты пенсионных прав – это неэффективный механизм с точки зрения реализации права, потому что каждый пенсионер не может идти в суд, платить судебные издержки, ждать годами, пока будут приняты решения и тому подобное. Ну, конечно, люди боятся судиться, потому что действительно, вот, хочешь напугать человека, скажи ему, что ему придется встретиться, с ним придется встретиться в суде, да, потому как есть… Ну, вот сейчас уже благодаря поддержке правозащитников, благодаря поддержке юристов, люди уже стали больше уверены в своих правах, то есть они, по крайней мере, борются за свои права в суде. Но вот я бы хотела, вот такой момент, точнее, Дарина, смотрите, ваша организация тесно сотрудничает с международными другими организациями по делам беженцев, да, вы взаимодействуете с международными организациями, чьи спикеры всегда говорят одно – нужно платить пенсии жителям неподконтрольной территории Донбасса. И буквально каждый месяц вдруг в СМИ появляются некие изречения, посыл, прочее, призываем и призываем, 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 но ничего не происходит. Почему идет, как вы думаете, по вашему мнению, почему идет такое игнорирование вот этих вот посылов и игнорирование призывов выплачивать пенсии жителям неподконтрольной части Донбасса? С моей точки зрения это недоинформированность, потому что в дискуссиях и с государственными органами, и с депутатами, которые ранее не занимались вопросами пенсионных выплат жителям Донбасса неподконтрольного, вот действительно есть какое-то представление, схема, восприятие, что это вот надо загружать деньги в большие машины, везти их каким-то образом через границы, через обстрелы, и вот там раздавать эти деньги. Которые, конечно же, попадут не в те руки, куда нужно. Которые, конечно же, попадут не в те руки и так далее. То есть, когда начинаешь разъяснять, что есть другие механизмы, есть другие способы. Более того, мы даже ссылались и на практику других государств. Ну, Грузия отличный пример. Давайте приведем пример Грузии, потому как, к сожалению, Украина не единственная страна, где случился подобный конфликт. Да, это и Сербия, и Хорватия, и Грузия. Вот как там решилась эта проблема? И очень часто спикеры моей студии приводят именно пример этой страны по выплате пенсии. Ну, приблизительно так она и решилась в Грузии. То есть, механизма выплаты на неподконтрольные территории, как такового, не существует. Механизм заключается в том, чтобы человек выехал и получал свои выплаты на подконтрольные территории. Это неизбежность, неизбежная составляющая в случае, если идет военный конфликт. Причем там не только выплаты, но и доступ к медицинским услугам. Именно, доступ к медицинским услугам, различного рода медицинским программам, субсидиям и так далее и тому подобное. Это вот что касалось Грузии. И единственное новшество, которое в свое время имплементировало грузинское правительство в отношении пенсионеров заключалось в том, что вот действительно этого одного раза выезда, одного выезда было достаточно для того, чтобы идентифицировать человека. И дальнейшую идентификацию они проводили через скайп. То есть с паспортом? Ну вот человек, да, человек появлялся в скайпе, пенсионный фонд его идентифицировал под документом. То есть необходимости гонять человека туда-обратно не было. Да, есть сейчас в нашем случае серьезные вопросы к такому механизму. Во-первых, потому что отсутствует связь. Во-вторых, потому что продолжаются активные боевые действия в некоторых частях вдоль контактной линии. Тут есть свои сложности. Поэтому мы предлагаем и законопроектом. На самом деле законопроект подписан огромным количеством депутатов. И я думаю, что они в состоянии разъяснять своим коллегам точно так же, что прописано этим законопроектом. Проводились различного рода и комитетские слушания. И обращения, подписанные главами некоторых комитетов с требованием внести данный законопроект на слушание в зал. Почему он продолжает зависать в пространстве? Ну вот, однозначного ответа нет. И опять-таки, с моей точки зрения, это недоинформированность и непонимание, за что будут голосовать. Ну вот, если взять, принять во внимание, скажем, то, как проходило голосование в 71-63, да, о реинтеграции Донбасса. То есть фактически депутаты в зале, выйдя из зала сессионного, не могли ответить, за что они проголосовали. Соответственно, я боюсь, что в данном случае такая же происходит ситуация. И вы не сидите на месте, начали информационную кампанию для того, чтобы разъяснить, что это за информационная кампания, которая буквально заполонила все соцсети. Перепробовали все, да, и наши коллеги из проекта «Советники» выступили с инициативой, идеей, собственно, ее реализовали. В которой были размещены в парламентском квартале, ну, собственно, в урядовом, да, квартале, были размещены, в правительственном, были размещены сетилайты. Изначально идея этих сетилайтов была, несколько отличалась от того, что появилось в результате. Но эту историю относительно бордов и сетилайтов, я думаю, лучше расскажут сами советники. Но основной призыв, который вот на этих сетилайтах прописан, ему бы вы тоже не платили пенсию. Собственно, на этих сетилайтах появились образы известных доничан, выходцев из Донбасса. Славьянин, Костус. Да, на которых, которые отличались патриотизмом, да, которые сделали серьезный вклад в развитие украинской культуры, да, и патриотических движений. И так далее. И, собственно, вопрос, да, возможно, несколько манипулятивный, но основная задача была нажать на болевую точку, собственно. На основании чего вы отказываетесь платить именно выходцам из Донбасса их пенсии, да. То есть является ли причина недостаточный патриотизм или недостаточная приверженность к тем политическим процессам, которые происходят в стране. То есть мы пытались обратить внимание именно парламентариев на данный законопроект и каким-то образом достучаться. Потому что презюмировали, что либо они недостаточно проинформированы, не знают о существовании такого законопроекта, не понимают механизма. То есть наша задача была обратить внимание на то, что есть такой законопроект, и вот он ждет. Который должен, соответственно, снять вот это напряжение, социальное напряжение, связанное с выплатой пенсии. Почему? Потому что в общении с переселенцами, у нас это происходит достаточно часто, в общении с переселенцами, особенно с пенсионерами, постоянный призыв идет к тому, что вот нас забыли, нас отрезали, нас не слышат, нас не понимают, потому что мы себя чувствуем гражданами, мы точно так же привержены тем идеалам, которым привержены граждане Украины. Но почему-то государство делает все, чтобы создать вот эту ситуацию сегрегации. И это те месседжи, это те посылы, с которыми люди, приезжая в Украину, пытаясь тут получить, реализовать свои базовые права, возвращаются на оккупированную территорию. И как бы хорошо мы не рассказывали о том, как Украина хороша в процессах реформ, то все равно люди возвращаются на неподконтрольную территорию, все равно рассказывают о том, как обращаются с ними, о своих частных историях и случаях. Поэтому с нашей точки зрения именно пенсионные выплаты являются таким важным элементом в коммуникации с неподконтрольными территориями. Именно тем, той ниточкой, которая будет связывать подконтрольную часть Украины и ее территории с ныне оккупированным Донбассом. Дарина, буквально последний вопрос. Люди как-то могут принять участие в этой информационной кампании с целью разъяснений и поддержать жителей неподконтрольной территории? Мы инициировали вначале это силами правозащитников, сделали флешмоб, фотографировали эти сетилайты. И каждый излагал в постах на фейсбуке, в других социальных сетях, излагал свои мысли на тему, почему должно произойти некие законодательные изменения на уровне парламента, на уровне правительства, для того, чтобы бабушки и дедушки Донбасса могли получать свои законные пенсии. Как вы оцениваете, все-таки законопроект скоро попадет в зал для голосования? Мы очень рассчитываем на это, потому что есть достаточно серьезная поддержка и среди определенных парламентариев. Мы сейчас очень надеемся на поддержку недавно избранного нового омбудсмана Людмилы Денисовой, потому что это как раз ее тематика, она являлась одним из инициаторов подачи данного законопроекта. И поэтому мы очень рассчитываем на то, что сейчас чуть более активизируется этот процесс. Ну и, безусловно, рассчитываем на то, что в процессе рассмотрения депутаты все-таки вникнут в то, что прописано данным законопроектом и проголосуют за него. Спасибо, Дарина Толкач, координатор подвокации благотворительного фонда. Право на защиту было у нас в студии. На этом прощаюсь. Встретимся через неделю в 18.20 на телеканале Донбасс. Редактор субтитров А.Семкин